граждане пассажиры также наши я вас приветствую на нашем канале который называется мастер-класс вот мы сейчас ремонтируем бульбулятор то есть не бульбулятор а карбюратор вот и прежде чем начать делать карбюратор вы покажите пожалуйста что мы делаем вот и прежде чем начать делать карбюратор вот нужно сначала начальный покажите пожалуйста вот иначе у вас ничего не получится так прежде чем начать делать карбюратор для нашей ой для нашей программы это самый важный момент так называется ускоритель насос распытили ускоритель насоса чтобы его проверить есть два варианта пить не надо начинать вот дырочку закрывайте дуйте идет воздух закрываем другую дырочку идет воздух значит нормально берем другой вариант над находите наркомана находите не шприц вам покупать не надо у них наркомана танцовый шприцов хватает набираете бензин не какую-то там марихуанами что-то не такой бензин и пропускаете вот втыкайте сюда пропускать смотрите что получается видите из двух летит пропускаем видите из двух летит все это обалденно потом берем штучку которая не туда втыкается а вот здесь просто пропускается вы продуваете так прежде чем поставить вот эти у нас распылитель называется распылитель ускоритель насоса а у карбюраторщика и фотографа даже называется чайник почему потому что потому что писет берем снимаем у нас всегда вот эта болезнь уплотительное колечко снимаем его аккуратненько то есть бывает что у нас само уже ломается потому что от времени снимаем его и как бы выбрасываем вот и смотрите в чем дело надо как-то его как-то смазать прежде чем одеть чтобы у нас резинка была вы сами знаете что в порнофильмах должно что-то смазано быть поэтому не что-то может не залезть и одевайте показываю колечечко вот все должно быть смазано одевайте пальцы пальцы вот давай одевайте раз она попала то что куда надо так теперь дальше продолжительное средстве берем бульбулятор то есть этот ну понятно же дело вот и прежде чем его одеть прежде чем одеть желательно конечно вы дышка или или обру смазка сделать а потом одевайте вставляете у вас все это этот процесс у вас готовы так переходим к дальнейшим операциям зрители интересуют в какую камеру вставить какой жиклер топливные воздушные так рассказываю вот смотрите вот у нас бульбулятор то есть это ну сами понимаете вот это нас вот когда трогаете вот вот это нас первая камера вот смотрите вот этот вот когда вот вот это какая разверни ко мне вот смотрите мы когда открываем давайте я с другой стороны покажу нет 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 я просто вам рассказываю вот смотрите я открываю открываю вот видите открывается первая камера вот видите первая камера открывается вот видите Снизу первая камера. Вот видите? Но она открывается, потому что вторая камера закрыта. А если когда вы дальше крутите, вот смотрите, верхняя, это уже вторая камера открывается. Когда первая камера открывается, так теперь переходим сюда. Почему первая камера? Вот она мы, когда открываем первая камера, идет сюда распилитель. Вот это вот идет сюда. Это первая камера. А вот отсюда, это будет вторая камера. Вот отсюда, видите, распилитель, сюда идет. Поэтому, что нам нужно сделать? Мы начинаем работать с первой камеры, правильно? Судя по всему. Но здесь хочу немножечко отклонения сделать. Посмотрите вот на эту резиночку. Вот на эту резиночку. Видите? Я ее снимаю. Это старенькая резиночка. Но она мертвая, будем так говорить. Так, выбросили. Там, короче. Вот. И вот у нас получается такая же, посмотрите, сейчас вам покажу. Видите? Вот это колечко, которое мы ставили в управление, короче, все-таки его качество смеси. Помните, в иголочку мы ставили? Эта же резиночка ставится вот сюда же. Не эта же, а такая же. Не эта же, а такая же. Вот. А то прикинь это, зрителям-то как напрягаться придется. Если без нее, если без нее, у вас не будет холостого хода. Да. Совершенно правильно. Так. Так. Теперь, на чем мы остановились? Ага. Мы это все вставили. Начинаем по первой камере работать. Чтобы по первой камере поработать, мы что делаем? Это можно пользоваться? Да. Сколько хочешь. Тебе еду не жалко? Мы все... А? Тебе еду не жалко? Еду? Да нет, не жалко. Я немножко вылезу. Показывай, куда? В какие дырки? Вот это, смотрите, первая камера. Вот, смотрите, мы сюда впущаем. Вот, видите, отсюда все выходит. Ну-ка еще раз, еще раз. Еще раз показываем. Видите? Плохо, но видим. Плохо, но видим. Давай еще раз, еще раз. Еще раз. Скажите, какой ракурс сделать? Держи. Так? Давай. Видите, все пошло. Теперь нам нужно клизму, которая работает не там, где должна быть. Тебе еду не жалко? Жалко. Ну, продуватель. Дело в том, что вообще-то надо обязательно подождать там несколько минут, чтобы там все это растереть. Потому что она все съедает. Абро – это вообще-то классная вещь для карбюратора. Вот. Продуватель в канал холостого хода. Ну, понятно, что он вот этот. Так-ка. Вот. Продолжаем дальше. Кидаем. Нет. Еще не будем кидать. Давайте прятнем. От еды жалко. Рассказываем. Что вас вообще-то интересует? В какую камеру, какой жиклер ставить и почему? Да. В малую камеру. Ну, во-первых, зависит все от двигателя. Какой двигатель. Есть 1,1. Есть 1,3. У нас 1,5 и нас другие не интересуют сейчас, да. 1,5. Ну, тут зависимость от того, исполнение какое. Есть 95, хватает. Вот. Ну, обычно 97,5 ставится. По первой камере. По вторую камеру ставится 97,5. Это при заводской установке. Но, карбюраточки, если от вас зависит, что вы хотите. Вы хотите уменьшить расход? Ну, давайте поставим по первой камере 95, поменьше. Вот. Поэтому, потому что есть и 92,5. Вот. Ну, стандарт, ну, допустим, 95. Вот. Вы хотите сохранить. Во вторую камеру 97,5 ставьте. Нормально. Это будет расход топлива меньше. Но если вы хотите, чтобы ускорить машинку, там все такое. Ну, понятно, что в первую камеру вы можете поставить что угодно. 97, 110. Был у меня товарищ, который мне говорит, да, у меня жена ругает. Ты не можешь оторваться, пацаны отъезжают. Я ему даже ставил 110 от Волги. Вот. Поэтому, ну, желательно, если вы работаете в стандарте, и желательно, чтобы в стандарте она была. Вот. Поэтому переходим ко второй теме. Эта тема закрыта. Переходим ко второй теме. Нет. Как закрыта? По что? Нет. По жиклёрам я вам все рассказал. Не экспериментируйте. Нет. Можете экспериментировать. Потому что человек экспериментировал до того, что у него машина отрывается. Ну, а расход бензина, конечно, больше. А он говорит, мне пофиг, у меня деньги есть. Понимаете? Ну, хочется чего. Не отрывается машина. Отвалятся колеса. Все. Только он все равно едет. Вот. 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 Поэтому, что вам еще по жиклёрам рассказать? Я говорю. Не делайте. Как это? Мне много раз говорили. Сделайте мне так, чтобы машина не жрала. Поставьте мне жиклёр поменьше. Я хорошо ставлю поменьше. Он пришел. Поставьте еще поменьше. Я говорю. Ну, машина жрать должна столько, сколько ей положено. Я говорю. Вот вы кушаете. Вам дали мясо. Допустим, полкило. Вы взяли, съели. Вы хорошо себя чувствуете. А дайте вам сто грамм. А вы дохленькие из вот так же машины. Если дать ей маленькие-маленькие жидкости, то если бензина мало-мало, она поедет. Но она будет ехать еле-еле. То есть ей костыль нужно. Все такое. Отталкиваться нужно. Все такое. Поэтому, держитесь нормы. Девяносто сел с половиной. Да. Я не просто с вами согласен. Вы можете поставить девяносто пять. Да. Вы что-то выиграете. Вот смотрите. Не выключайте камеру. Для того. Смотрите, в чем дело-то. Я сколько раз с людьми не то что спорил, доказывал. Чтобы разогнать машину. Надо, грубо говоря, допустим, полминуты разогнать машину. У вас стоит средний жиклер. Вот. Что вы делаете? Вы разогнали машину. И потом просто разогнали машину и просто подерживаете газ потихонечку. Машина экономит. Вот. А если вы ставите маленький жиклер, вам нужно, чтобы разогнать машину, вам нужно больше времени. Во-первых, вы полностью газ не сможете выдать, потому что оно будет захлебываться. Вот. Вы потихонечку. Во-первых, она жрет бензин. Это сразу. Потом, когда она разгонится, а вы уже доехали до светофора, вам опять нужно разгоняться. Вот так. То есть вы теряете больше топлива, чем при большем размере жиклера. То есть машину вы разогнали, вы дали ей пищу. А потом она просто вам, она пережевывает. Вы только просто подерживаете газонку и все. Вот такие дела. Вот. Так. Смотрите. Вот эта дырочка. Не ковырячься туда. Если хотите увидеть, если вы увидите. Но я лично вижу. Так. Она, ну вы как не увидите. Посмотрите. Я хорошо вижу. Она сквозная. Ага. Здесь ничего не стоит. Ну, в смысле, вообще ничего не стоит. Вот. Потом. Смотрите. По первой мы прошли. По второй то же самое. Нет. Мы можем это проследить, конечно. Но, во первой, она обычно все таки. То же самое, что, вернее, вот по второй. Вот это вторая камера. Вот. То же самое. Вот. Идет. Потом здесь у нас переходная система есть. Вот это у нас переходная, вот смотрите. Переходная система. Вот. Здесь это нужно, как бы сказать, это редко бывает. Но переходная система, смотрите. Ну, если видно. Видите? Здесь прочищается отсюда. Вот. Вот. Потом здесь у нас еще. Вот. Вот это пропустили. идет. Подожди. Вот отсюда еще идет. Но это не столь существенно. Ну. Не столь существенно. Но надо. Не. Просто когда мы делаем. Мы делаем все. Вот. И еще. Один маленький систем. Вот здесь вот. Знаете, что это такое? Нет. Вот. Так как бы вам показали. Да я вижу хорошо. Нет. И сверху надо смотреть, да? Да. Ну да. Какую дырку пальцам покажи? А здесь вы не увидите. Увижу. Вижу. Видите? Ну дайте мне. Идет? Давай. Идет. Видно, видно. Чуть-чуть-чуть видно. Не. А там много не надо. Да. Здесь же вам это не клизма. Это значит для чего? Когда вы ставите карбюратор. Вы отключаете сюда. Вот. Покажите конкретно. У вас идет вот отсюда. Вот. Пневматический регулятор опережения зажигания. И вы отключаете его сюда вот. Да. Есть что? Когда идет разряжение, он у вас автоматически, он сам регулирует. При разных нагрузках. вот. Он должен быть, конечно, ну у вас чистый. Очищенный. Вот. Ну. Ему нужно уделять внимание. Ну. Расскажи, что там у тебя. Так. По первому. Вот у нас куча жиклёров. Ну понятно же. Погоди. Погоди, пока я покажу. Во. Покажи. По первой камере. Ну. Выбирай. Вот. У нас вот. 97,5. Ну допустим, я для вашей машины выбираю 97,5. Хорошо. Ложь. Прежде чем посмотреть жиклёр, хотя посмотрите на свет. Даже маленькая волосинка, это уже будет пиздец, короче. Кидаем в первую камеру. Показывай еще раз. Кидаем в первую камеру. Но не забудьте потом заглянуть. Во вторую камеру. Здесь я уже спрашиваю. Лёв. Какую тебе поставить? Ну, 97,5. Ты же можешь определить. Нет. Ну, я советую, конечно. Нет. Ну, кто-то вас поставил побольше. 105 не ставили гонщики. А, гонщики ставили. Вот тоже, 97,5. Тоже кидаем. Посмотреть нужно на свет. Даже любая волосинка вас убьет. Потом берете тоненькую отверточку и закручиваем. Закручивайте обязательно. Два воздушных жиклюра. Не просто жиклюра. Здесь еще каналы есть. Вот. И вот посмотрите. Внимательно. Один большой. Один узенький. Вы можете даже не смотреть на цифры. Потому что на разных карбюраторов они бывают разные. Большой вы ставите в первый канал. Вот у вас идет первый канал. Вы в первый канал закидываете. Вот. А тоненький узенький во вторую камеру. Просто у вас основной идет расход по первой камере. Вот. А потом дополнительный расход идет во вторую камеру. А если их перепутать местами? Вы будете еще больше расходовать по городскому циклу. Но быстрее буду ездить. Почему? Рассказываю. Рассказываю. Смысл в карбюраторе в том, что чем больше воздуха... Почему здесь большой канал? Больше воздуха. Чем больше воздуха, меньше расход бензина. Чем меньше воздуха, больше расход бензина. Вот в чем дело. Бывает так, что где-то забился какой-то канал, допустим, в первой камере. Какая-то мушка попала нечаянно там. Где-то что-то там все такое. У вас идет расход. У вас нету воздуха. Идет один бензин. Машина едет. Но вы теряете очень много топлива. Поэтому должны воздушные каналы всегда быть чистыми. И если у вас засоряется топливный жиклер, то вы можете вообще не двигаться с места. Вы можете завести ее. По холсту ход она будет работать и все такое. Но когда вы начинаете, у меня было, чтобы даже вывозили меня. Машина стоит. Какая-то пиздиленькость. Приселывает на топливный жиклер. На холсту заводится, а машина не едет ни фигу же. Вот. Это по топливу, потому что вы не сможете тронуться. А если по воздушным, если у вас закрылся канал, вы просто будете бензина тратить больше, намного. И у вас будет черный тынь там валить. Ну, потому что вы бензин тратите, льете. Так, что еще вас интересует? Давай. Вот. Ну, прежде чем завернуть, нужно чуть-чуть хотя бы смазать ее. Ну, понятно, что это бензином. Вот, пиздиленькость. Вставляете. Понятно? Да. Вставляете. Вот. И отверточкой. Вот это, да? Судьба. Да. Вот. И закручите. Закручите до конца. У меня очень мелкая резьба, поэтому крутить будем долго. Ну, не полденько. Вот, завернули. Потом берете. Здесь вот метки нету. Давай. Так, берем. Смотрите, берем по метке. Вот. раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. Вот сейчас было восемь раньше оборотов. Ну, подожди, это начальное. Знаешь, это начальное, чтобы мы должны завести машинку, поставить все это дело. Вот. А потом начнется регулировка. Вплоть до того, что бывает, что чуть не до конца закручишь, а чуть не до конца выкручишь. Тут зависит от двигателя, от системы, ну, не то, что системы карбюратора, а от жизнеспособности карбюратора. Вот. Но обычно зависит от автомобиля, от самого двигателя. Сейчас, ну, обычно я так его, так вот, откручиваю восемь, девять оборотов. Вот. А потом начинается регулировка. Когда мы завели машину, прогрели ее, а потом начинаем, то ли мы ее закручиваем, то ли откручиваем. Тут от двигателя он, двигатель сам себе дает прочувствовать, что ему надо. То ли ему надо побольше бензина, то ли ему надо поменьше бензина. Он сам прочувствует, он сам вам все расскажет. Это уже расскажет сам двигатель. Так что здесь по этому делу вам все ясно. Вот. Ну, тут можно собирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА